Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова И его рассказ о том, что случилось Поэтому в нашем ролике написана укороченная версия беседы Юлии Стояновой с Иваном Павловичем Небулакином Записанная по скайпу 26.04.2017 года То есть была выложена моя версия без видео Моя версия записи с экрана общения по скайпу Был записан только звук, потому что что там показывать, там видео не было Показывать только картинку скайповскую, это бесполезно Лучше было наложить какие-то фотографии, что и было сделано Вот эти фотографии, вот они Которые Юля фотографировала, которые в сети интернета присутствуют, существуют И вот я их наложил на звук И в общем-то все хорошо, замечательно Но потом стали появляться комментарии Комментарии разного характера Вот давайте прежде чем мы коснемся уже ответов более подробных С моей стороны, давайте сначала рассмотрим эти комментарии Особенно вот эта фотография, где написан Обратите внимание, тот же самый счет, что и счет в первом ролике 4276 Сравниваем 4276 Дальше 3801 Сравниваем 3801 Следующие цифры 6728 Сравниваем 6728 Дальше 4061 4061 Это Дальше Написано Рублевый счерт с Бердбанки Иван Павлович Неумывакин То же самое здесь Иван Павлович Неумывакин То есть, как видим Один ролик И второй ролик Не содержит противоречивой Информации Иван Павлович здесь изображен Иван Павлович на ролике Здесь тоже он изображен Те, кто Сомневается, что Он в очках сидит И это не он Ну, в общем-то, сообщу вам У него сейчас Серьезная проблема со зрением Которые он сам По своей методике Пытается решить И он боец Несломленный Поэтому, чтобы Не напрягать других людей Он одевает очки Когда встречается С другими людьми И на съемку Но В нашем случае В нашем случае Как вы видите Он находится без очков Так вот, почему Эта фотография Для меня стала В данном случае Такой Якорной Почему я на ней остановился А вот почему Теперь объясняю Крутим немножечко вниз И читаем Арти Моби Славяне Дальше что он написал Славяне Не будьте такими Наивными глупцами Будьте умней Сколько вы будете Позволять себя Дурачить Четыре вопросительных знака Научитесь подвергать Все сомнению И тогда Научимся Различать Где правда А где ложь Где интервью Где его команда Фотография С номером карты Это вообще Фотошоп Я фотограф Я знаю О чем говорю Я не призываю вас Ложить мне деньги На карту Я прошу вас Просто Открыть глаза Итак Арти Моби Указывает на то Что эта фотография Является Фотошопом Что он Профессиональный Фотограф И он знает О чем Говорит И он призывает вас Все подвергать Сомнению А теперь Друзья мои Мне хочется сказать Давайте мы попробуем Сомнению Предать Написанное Арти Моби О том Что Нас Вернее Вас Мы дурачим То есть Это грубо говоря Обвинение В нашу сторону И в сторону Юлии В сторону Меня И в сторону Народного Славянского Радио О том Что мы вас Дурачим Ну что ж Давайте Посмотрим Я сейчас не буду Раскрывать всю интригу Давайте посмотрим Какие еще У нас были Интересные комментарии Ну здесь призывы Написать президенту Сочувствие Молодцы И так далее Тому подобное Ну это сейчас Не важно Раскрываем еще Комментарии Фотопатчи Рецидайте В интернет Достойный человек Молодцы Тут пошли Уже Этнические Разборки Кто с кем Кто зачем И кто такие И вот Наконец Мы подходим К еще одному Очень интересному Комментарию Хема Малини Хема Малини Писала Ну а сын Где Почему Он Где-то В стороне Не помогает Отцу Странно Все Очень Странно Дальше Еще Будет один Интересный Комментарий Раскрываем Раскрываем И ищем Еще Хема Малини Написала Очередная Странность Почему Только Голос Слышно Где Уверен Что Это Он Говорит Ой Все Это Очень Подозрительно Идем Дальше Раскрываем Еще Комментарии Идем 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 Вот Николай Кацук Написал Перевел Деньги Карта Оформлена Московском Регионе Что-то я подозреваю Неладное Но Иван Павлович Искренне Люблю Здоровье На его труд Нужно Море Ну я ответил Что Он сейчас В Москве Карта В Москве Зарегистрирована Но по Семейным Соответствам Которые он Рассказывал В интервью Он вынужден Жить не в своей Квартире А в съемной Которая Находится В метрах Наверное Пятиста Адам Када Ну ладно Идем дальше Где-то был Там еще Один Интересный Комментарий Еще Интересный Комментарий Ищем 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 Смотрим Смотрим Раскрываем Еще Ну вот Артем Оби Здесь Его Комментарий Смотрим Листаем Где-то Я в общем Упустил Еще был Один Комментарий От Хема Малине И Был еще Комментарий Немного Обо всем А вот Я сделаю Сейчас Так Я просто Нажимаю Поиск И Наберу Сейчас Чтобы мне Потом не Сказали Что я В каком-то Там Фотошопе Что-то Делаю Там Или еще Что-то Вот Ну в принципе Про нее Прочитали Еще Здесь был Интересный Комментарий От Немного Обо Всем Вот Немного Обо Все Покажите Ролик Где он Сам Живой А если Вы Это Не Сделаете То Вы Или Соучастник Или Заткнули Вам В рот Деньгами Вас Видели Все С ними В роликах К вам Есть Доверие Людей Это Мотив Для Сбора Денег На Доверие Людей Якобы Профессору И Плюс Выпуск Книг От Его Имени Нехило Навариться Можно Правда Ведь Вам Я Не Верю Товарищ Загурдаев Причем Здесь Загурдаев Я не Понял Не Переводите Ни Рубля Никто Пока Он Не Покажет Вам Если Не Сделает Это Думаю Там Нужно Сотрудников Привлекать Кто Его Знает Что С Профессором Не Дай Бог Сделали То есть Ну Я Не Знаю Что Есть Комментировать Я Прочитал Как Есть И Смотрим Дальше Вы же Знаете Где Он Сходите Снимите Ролик С Ним Где он Сам Без очков Или Еще Что Там Можно Видеть Что Где Он Жил Он Тогда Все Тогда Все Помогут Без Проблем В том Числе И Я Но То Что Тут Происходит На данный Мент Похоже Либо На Аферу С Используем Имени Профессора Либо Вообще На Криминал Не Дай Бог Еще Тут Видим Какой Комментарий Есть Покажите Ролик С ним Это Больше Похоже На Фейк Я Надеюсь Он Жив Очень Уважаю Профессора Но Это Похоже На Зарабатывание Денег На Его Имени Человек На Этой Записи Говорит Что Слепой А Потом Говорит Что С радостью Боли Он Читает И Перевел Б 100 Рублев Пенсионер Так Вот Я Понимаю Все Эти Скептические Выражения Это Все Здорово И Надо На самом Иван Павлович Вы читаете Так Скорее Всего Я думаю Что Он Не Читает А Ему Читают Есть Помощница Которая Ему Читает Но По Привычке Поскольку Человек Был До Этого Момента Зрячий Ну Не До Этого Момента Всю Жизнь Был Зрячий Он Читал И Это У него Выработалось В Привычку Говорить Что Я Читаю И Так Вот Здесь Очень Очень Много Разных Соображений Был Тут Еще Человек С Интересным Наименованием Я знаю Сейчас Найду Не найду Потому Что Много Комментариев Это Не То А Вот Как Можно Слушать Дряхлого Человека О Здоровье Написал Гал Спан Неделю Назад Уважаемый Гал Спан Дело В том Что Павел Иванович Неумылакин Помог Огромному Количеству Людей Огромное Количество Людей По его Книгам По его Рассказам По его Методике Выучились Здоровью Стали Здоровыми И Теперь У них Все нормально И Все хорошо Но Время Оно Имеет Свои Поправочки Даже Для Великих Людей Это Первое И оно Носит Коррективы В их здоровье Тоже И второе Что Часто Человек Который Занимается Здоровьем Других Людей Не Обращает Внимание На свое Здоровье И Если Это Непонятно То Я Сочувствую Ну И Вот Приходит Время Ответить На Вопрос На О том Что Мы Негодяи Мы Занимаемся Фотошопом Нет Не команды Где интервью Где что И так далее Еще маленькое Тоже Прежде чем Запустить Ролик Уточнение Дело в том Что там Происходили Очень интересные Моменты Интернета На тот момент В съемной квартире Павла Ивановича Не было И Юля Через свой телефон Наладила Связь С компьютером Со своим Ноутбуком С которым Она приехала И через телефон Давала Возможность Компьютеру Выходить В скайп Чтобы записывать Разговор Мне Чтобы присутствовать При этом разговоре Удаленно И Чтобы я мог Юле Какие-то Уточняющие вопросы Задавать По которым В принципе И строилось Интервью То есть Я как бы За кадром Задавал вопросы И теперь Мы переходим К самому Интересному Как вы думаете Фотошоп Это или не фотошоп Видите Иван Павлович Держит этот Листочек бумажки Но это не фотошоп Потому что Это видео И смотрите Что дальше Я всего лишь Навсего Нажимаю на волшебную Кнопочку Play Включаю громкость И давайте Послушаем Что говорит Иван Павлович Каким образом Он умудряется В фотошопе Крутить Этим листочком С написанными Буковками И цифрками И каким образом Нам удалось Это наложить Итак Момент истины Нажимаю Иван Павлович Как я понимаю Очень многие Наши зрители И слушатели Хотят вам помочь Вас поддержать В этом нелегком Положении В этой нелегкой ситуации Которая у вас возникла Вот вы сейчас видите Номер карты Который написан У Ивана Павловича По нему можно оказать Посильную помощь От сердца Иван Павлович У нас есть Замечательная традиция Пожелайте Что-то Нашим зрителям И слушателям Ну Во-первых Когда была У меня возможность Я всегда И на конференциях Я в прошлом году В библиотеке Ленина Два дня Шестичасовые Вел семинары И говорил Ребята Если что-то случится Вместо 0,3 Звоните Пожалуйста Мне Я вам помогу Но сейчас Я лишен возможности Оказывать такую помощь В книгах Все написано Но если уже Конкретно Что-то будет решаться Вот там например Ну Кому-то Очень-очень Я никогда не отказывал В той помощи Которая старался Отдать всем Чтобы облегчить Страдания людей Я сейчас громкость убираю Вот я видео оставляю Задним фоном Чтобы было понятно Что Да Это Иван Павлович говорит Чтобы было понятно Да Это Та самая Бумажечка О которой В общем-то И пошла речь Вот еще раз Видите Да Вот Свет Иван Павлович Вот Ему передает в руки Вот Видите Помощница передает Юля помогает Вот Настраивает Вот Видите Да Нажимаю паузу Возвращаемся сюда Сравниваем Написанное Здесь Видите Да Еще раз 4276 4276 4276 3801 3801 6728 6728 4061 4061 Иван Павлович Неумывакин Рубли Сбербанк Иван Павлович Неумывакин Ну Что еще Сказать Давайте Теперь Я поставлю В заключение Еще Один Ролик Прямо Целиком Всю первую часть Для того Чтобы Вы Убедились Что Это Не какой-то Монтаж Это Не какая-то Там Подстава Кого-то Это все Вот Реально Здесь Проходило Присутствовало Ролики Коротенькие Потому что Записывалось На фотоаппарат Фотоаппараты Некоторые Имеют Такую Функцию Защиты Чтобы Не перегрелась Матрица Не перегрелась Батарейка Они Через Какое-то Время В данном Случа Это Фотоаппарат 16 С половиной Минут Примерно Он Выключает Видеозапись Итак Смотрим Первую часть Ролика Где он Все Подробно Рассказывает Здравствуйте Дорогие Зрители И слушатели Народного Славянского Радио Сегодня С вами Юлия Стоянова Сейчас Я нахожусь В гостях У известного Человека Ивана Павловича Неумилакина Здравствуйте Иван Павлович Добрый День Иван Павлович У нас В интернете Появился Видеоролик Где Велась Речь О том Что вы Нуждаетесь В помощи Что у вас Сложилась Очень тяжелая Семейная Ситуация Из-за которой Вы лишили Жилья И средств К существованию Наши зрители Слушатели И Все пользователи Интернета Очень обеспокоены Этим Все вам Сопереживают Все вас Знают Все вас уважают Вы очень Многим Помогли И поэтому Очень многие Хотят Вам помочь И поинтересоваться Скажите Пожалуйста Что же Случилось Почему Вы Павли Такую Очень Сложную Ситуацию И как Вам Помочь Ну Я Благодарю За Участие Которое Проявляют В моей Судьбе Мои Ну И Ваши Слушатели Ну Маленькая Предыстория Так Получилось Что В 77 Годом Прошлого Века У меня Образовалась Вторая Семья И Там Была Падчерица 12-летняя В течение 38 лет Для этой падчерица Был папа Папочка Ну И супруга Людмила Степановна Которую Многие Народные Селители Особенно Последние Годы Знали А мне Выпало Счастье С 59 Года Быть Сотрудником Института Авиационной Космической Медицины И Мне Поручили Довольно Своебразную Одну из труднейших Задач Создать Оздоровительную Систему Для космонавтов Чтобы люди Которые Бывают В экстремальных Сложных Условиях И когда Никого нет Чтобы они Не болели А Выполняли Задачу Которую Они Готовились Многие Годы И я Соткнулся Вначале С тем Что Где Пределы Физиологических Колебаний Человека Где Это Грань Между Болезнью И Здоровьем И мне Представилась Возможность Вместо Того Чтобы Компликовать Аптички Космонавтов Перед Командованием Авиавоенной Поставить Вопрос Что Я Не могу Только Таблетками Обеспечить Космонавтов Потому Что На них Далеко Не Улетишь И Вскоре Был Издан Приказ Министра Здравоохранения Что Все Институты Минздрава Были Привлечены К Задачи Которая Поставлена Была Передо Мной То есть Два Три Сотрудника Этого Института Должны Выдать Мне Рекомендации Откуда Возникает Болезнь Тоже Апенецит Почему болеют Зубы Откуда Образуется Язва Я стал Интересоваться У этих Специалистов Их Сегодня Больше Ста Наименований Почти Сто Тридцать И Сегодня Человекский Организм Разобран На Отдельные Части И Каждый Так Назаваемый Специалист Занимается Своей Частью Тела У меня Поразило Что Связи Между Специалистами Никакой Нет Каждый Работает Только По своей Той Части Это же Дикость И уже В 72 В 73 Году Я понял Что Медицина Как таковая Заблуждается В оценке Общего Состояния Человеческого Организма Где все Взаимосвязано И Взаимозависимо А к 75 Году Я понял Что Болезней Как таковых Вообще Нету Есть Состояние И Вот тут За закрытой Дверью Космонавтики Я Начал Разабатывать Ту Проблему Которая Уже К 80 Году Сложилась С точки Зрения Официальной Медицины Очень Нехорошая Потому Что Она Подрывала Авторитет Всей Медицинской Науки Потому Что Я Уже Нашел Причину Почему Человек Заболевает И Что Нужно Сделать Чтобы Он Изначально Был Здоров И Жил Столько Сколько Пущей Ему Природой Это Закисление Организма Чего Очень Многие Причины И После Этого Закисленный Организм А есть Такое Кислотно-щелочное Равновесие Это ПА Шреда Это Единственный Показатель Который В течение Всей Жизни У нас Должно Быть 7,4 В крови Который Например 5,6 В желудке Там Даже 0,2 В рту Должна Быть Там Щелочная Реакция И так Далее Так Вот Все Дело В том Что Мы Фактически Принадлежит Травоядным Животным Мы Должны Четыре Части Кушать Щелочные Продукты Одна Часть Белковая Вот Тогда Это Соотношение Позволяет Вот Это УПА 7,4 Поддержаться На Определенном Уровне Причем Это Показатель Толстый Течение Жизни Меняться Изменяться Или В щелочную Сорону Это Колоз Или Кисло Ацидоз Жди Заболевания Так Вот Большей Частью Мы Сегодня Это Белковые Продукты Это Четыре Части Белка И Одна Часть Челочи И Мы Уже Из-под Готовимся К тому Что Мы Все Время Как Ходячий Медицинский Цикл Цикл Мы Все Время Больны И Откуда Растут Эти Ноги Время Время Космонавтики Когда Я Работал 30 Лет Там Я Жил В узких Рамках Официальной Медицины Но Когда Я Вышел В отставку Здесь Я Немножко Освободился Стал Свободен И Вы Знаете Что С 90 Года Я Был Организатором Российской Профессиональной Ассоциации Народных Селителей Традиционной Народной Медицины А сейчас Вице Президент Этой Ассоциации И Вот Я Начал Здесь Разрабатывать Уже Стройную Теорию И В Своих Книжах Я Об этом Подробно Описываю На Этом Фоне Особенно В 90 Годы 2000 Я Судил Воздоровительный Центр Вначале На Базе Гражданской Авиации Госпитал На Волголамском Шоссе Затем Собственно Здоровительный Центр Где Отрабатывал Эту Методику И Что За Три Недели Я Уже Мог Фактически Человека Который Даже Не Оказывали Помощи Официальной Медицины Восстановить Его Здоровье Освободить От Легарственной Зависимости И Все Это Подтверждалось На Этом Фоне Собственные Вот эти Центры Позволили Мне Ну Не Боюсь Быть Перед вами Нистрем Достаточно Много Заработать День И Моя Патчерица Была Моим Хранителем Семейный Бюджет Она Была Врач Работали Вместе Со мной И Я Поручил Все Вести Дела Ей И Казалось Когда Кончилось Три Пять Лет Это По закону Положено Что Если Через Три Года Человек Не Предпринимал Никаких Усиль И Что Случилось То Процесс Не Вос 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 Производил И Оказалось Все Что Я Поручил Патчерице Она Оформляла На Себя И Когда Прошло Три Пять Лет Сидя За Столом На Кухне Она Мне Объявляет Папа Потому Что Я До Последнего Время Ей Был Папа Папочка И Что Я Сделал То Что Родной Отех Для Своих Детей Делать Не Может Она Обеспечит Мне Достойную Старость Она Мне Объявляет Папа Теперь Я Я Являюсь Собственником Всего Того Что Твоим Именем Наработано Сделано А Тебе Ничего Не Принадлежит Вы Поняли Что Нибудь И В Одной Части Я Который Человек Думал О Заботе О Разработке Системы Как Можно Без Лекарств Сидя На Кухне Но Если Хочешь Быть Здоровым И Та же Сода Та же Перекись Та же Соль Те же Движения И Я Искал Элементарные Пути Способа Чтобы Человек Если Он Хочет Быть Здоровым Хоть Немножко Беспокоился Об этом Бринном Теле Был Здоров Я Все Отдал Этому И Вдруг Я Получаю От Врача Падчерицы Который 38 лет Повторяя Звал У меня Папой А мне Заявить Что Мне Ничего Не Принадлежит И В Это Время Очень Трагично С Помощью Той Дочери Фактически Она Убила Людмилу Степановну Потому Что 4-5 Месяцев Была Заперти Изолировала От Всех Ни Суд Ни Полиция Ни Прокуратура Мне Не Могли Предотвратить Этого Убийства И На Этом Фоне Умирает Моя Супруга Падчерица О Ее Смерти Никому Не Сообщают Через Два Дня Она Ее Кремирует Хотя Есть Место Где Ее Похоронить И Мы Только Об этом Узнаем Через 2-3 Недели И За Время Вот Этого Времени Судебных Процессов И Падчерице О Благоденствии О Здоровлении Людей Создал Систему Которую Сегодня Я могу Утверждать Ну Кроме Тяжелых Случаев Когда Уже Человек И На Этом Фоне Вся Моя Жизнь Была Посвящена Этому В Интернете 20 Часов Я Наговорил Около 100 Стран Мира Русскоязычное Селение Слушает Смотрит Что Я Им Говорю Если Вы Знали Как Моя Жизнь Днем И Ночью Потому Что Во Всех Странах Там Понятия Не И Что Такое Пояса И Каждый Беспокоится О Своем Здоровье Днем Или Ночью Я Являюсь Консультантом Фактически Для Миллионов Людей Во Всем Мире И На Этом Фоне Я Как Ученый Морально Был Заинтересован Реализовать Свои Дела И Оказалось Что Здесь Рядом Со Мной Люди Каспредавные Ну Как Одна Семья Жили И Створилось Подобное Которое Нельзя Сегодня Понять С точки Извинения Обычное Человеческое Чувство И Тем более Людмила Степановна У нас Было Место Где Можно Было Похоронить И Когда В Крамаре В Краматоре Шел Вопрос О том Что Там Фактически В гробу Скелет Лежал Слушающая Спросила Будет Ли Сопровождающий Патчерица Заявляет У Него В Москве Никого Ни Родных Ни Знакомых Нет И На Сегодня Даже Неизвестно Где Находится Урна Моей Супруги Вот Поэтому Книга Которая Только Сейчас Выйдет Грядущая Планета Земля Я Эпиграф Написал Не Делай Добра Не Получи Зла Вот Когда Человеку Фактически Все Даешь Незаработанное И Чем Больше Даешь Тем Более Что Это Жадность Это Корость Я Не Знаю Уже Ненависть Ненависть Как Это Назвать Не Человеческое Это Выродки Человеческие Но Ублюдки Как Угодно Можешь Назвать И Вот Я Сполна Опознал Вот Эту Человеческую Очень Хорошую Мудрость Не Делай Добра И Не Получишь Зла И Я Его Получил Сегодня Я Фактически Лишен Квартиры Сегодня Я С Точки Зрения Уличного Жаргона Я Бомж Сегодня Русские Предприниматели Сейчас Создают Все Условия Для То Чтобы Я Хоть Не На Съемной Квартире Был Пусть Она Как Своя Но Беспроцентный Кредит Который Нужно Погашать Столько Сколько Я Смогу Вот Сейчас Договариваемся Условия На основании Которых Я Могу Хоть Безбедно Существовать И Ваша Помощь Которая Уже В интернете Пошла Помогает Мне Решить Вот Эти Финансовые Вопросы Это С Квартиры И Того Что Я Слепой И Абсолютно Ничего Не Вижу И Сегодня Я Занялся Именно Глазами Вышла Книжка Год Назад Все Крутятся Офтальмологи Вокруг Глокомы И Я Опять Не Являясь Специалистом Офтальмологи Доказал Что Глокомы Такого Заболевания Нету К анатомическому Стрелению Глаза Она Не Имеет Никакого Отношения Болезнь Совершенно В Другом Но Я Уже Потерял Возможность Заниматься Глазами Учитывая Мое Сессовое Состояние И Перешел Ту Грань Когда Можно Что-то Сделать Но Сегодня Я Пытаюсь Повторяю Пытаюсь То Что Никто Мир Слепого Не Мог Сделать Зрячим Через Два Три Четыре Месяца Все-таки Увидеть Свет Я Постараюсь Автомологом Доказать Что Они Сегодня Из Любого Зрячего Делают Слепых Но Можно Кое-что Делать Не До Той Грани Когда Я Перешел Но Есть Люди Которые Еще Можно Все Сделать Чтобы Они Видели Я Уже Нашел Этот Путь У Мне В И То Сегодня Люди Не те Официальные Автомологи А люди Которые Вместе Со мной Пытаются Сегодня Найти Возможность Даже В таком Состоянии Как У Меня Чтоб Я Увидел Свет И Сегодня У Меня Это Главная Причина Но Я Не Могу Посвятить Ей Все Время Потому Что Вот Это Мокло Меч Висит Я Никогда Никому Не Был Должен Я Всегда Давал Людям Все Что У Меня Только Есть Сегодня У Меня Вот Эта Зависимость Чтобы Свой Угол Был Квартира Чтобы Я Свободно Сидеть Архивом Своим Распоряжаться И Будучи Слепым Я Написал Книгу Послушайте 500 Траниц Рак Причина Заболевания Я Ведь Ничего Не Придумал Когда Вы Закройте Эту Книгу Но Нет У Рака А Если Еще Не Было Химиотерапии Мои Врачи Которые Сегодня Создали Медсистанную Систему Заявляют Что Сто Процентов Можно Сделать Так Чтобы Рака У этого Человека Не Было Но Это Уже Практика Но К сожалению В России Это Нельзя Было Сделать Я Это Сделал В Германии И И Это За Личные Деньги Я Не Считался Ничем Меня Интересовала Как Ученого Моральная Реализация Того Что Я Наработал В Космической Медицине Я Я Сегодня Могу Многое В Доме Правительства Я Уже Три Ради Выступал Сегодня И В том Числе Там Знают О Моей Проблеме Мне Дали Понять Я Не Номенклатура Я Пенсионер Меня Никто Не Просит Чтоб Я Решал Вопрос За Медицину В Целом Ну Например Я Разработал Метод Фактически Проведения Операции Без Наркоза Вы Представляете Что Такое На Это Я Прощаюсь С вами Желаю Вам Всего Самого Доброго До Новых Встреч Увидимся И Услышимся Редактор субтитров Редактор субтитров